Заседания Бюро Союза машиностроителей начинают с подведения итогов работы за год. Основные задачи, поставленные на 2019-й, выполнены. Задачи, которые мы перед собой поставили в прошлом году, мы практически выполнили. Отличительной особенностью 2019-го года стал старт национальных проектов, которые определены указом президента России. Ключевая роль в их реализации отведена отечественной промышленности. На заседании высоко оценили работу региональных отделений организации. Самарская область – один из крупнейших центров отечественного машиностроения. Регион показал устойчивую, позитивную динамику развития. Благодаря поддержке федерального правительства и региональных властей предприятия отрасль улучшили производственные показатели. По итогам 2019-го в рейтинге Союза, оценивающем успешность рекотделений, Самарская область вошла в пятерку лидеров в стране. По словам губернатора Дмитрия Азарова, такой результат стал возможен благодаря тесной работе с предприятиями. Глава региона обратил внимание на необходимость предприятий более активно включаться в исполнение нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сами предприятия, конечно, многое могут делать с точки зрения бережливого производства, повышения производительности труда. Здесь ярким примером может служить созданный на территории Самарской области совместно с корпорацией «Ростех» центр компетенции повышения производительности труда. У нас планы уже на этот год четыре предприятия, что пройдут эту подготовку и обучение специалисты. Рассчитываем, что и другие предприятия в эту работу включатся. В нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Самарской области участвуют 72 предприятия. При плане на 2019 год в 55 организаций. На 15 предприятиях внедрены принципы бережливого производства. Губернатор отметил, по показателям региональной составляющей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году объем промышленного экспорта в области должен увеличиться более чем в полтора раза и превысить 3 миллиарда долларов. Максимально надо использовать потенциал наших предприятий машиностроения по увеличению экспортной доли несырьевого сектора. Здесь результаты есть. Более 610 миллионов долларов уже составляет экспорт машиностроительных организаций, предприятий нашего региона. Но, понятно, есть колоссальный потенциал роста. И здесь мы активно обсуждаем с нашими предприятиями, в том числе и необходимые меры поддержки. На заседании Дмитрий Азаров поднял тему празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к руководителям крупнейших предприятий страны, губернатор призвал их принять участие в проекте «Вахта памяти», разработанном в 63-м регионе. Лариса Шлафаст, События.